Слава Господу! Слава Господу! Мы проводили такой разбор книги Экклезиаста. Я провел 8 собраний, и вы можете посмотреть, как раз здесь будет ссылка, по которой вы сможете перейти на плейлист с этими 8 собраниями, где мы разбираем книгу Экклезиаста, все 12 глав. И я верю, это будет благословением для вас. И вот когда уже мы закончили разбор, то я стал ощущать, что есть одна история из книги Экклезиаста, о которой я все равно так или иначе вспоминаю. Вот вроде бы закончили разбор книги, а эта история меня не может отпустить. И я регулярно к этой истории возвращался в своих мыслях и возвращался. Я понял, что Бог желает, чтобы мы более подробно с вами эту историю разобрали. И я верю, что после этого собрания эта история меня отпустит. Я должен как бы высвободить то слово, которым Господь меня наполнил. И эта история так или иначе посвящена мудрости. Почему? Потому что книга Экклезиаста написана Соломоном. Соломон был царь Израиля, и когда он вступил на царство, то он прежде всего просил у Бога мудрости. И Бог дал ему эту мудрость. И именно при Соломоне Израиль достиг пика своего процветания и развития. Именно при царе Соломоне. То есть мудрость проявилась в делах. Поэтому у Соломона всегда было особенное отношение к мудрости. И в книге, которую он написал в ранний период своей жизни, книга Притч, он много говорит прекрасных слов о мудрости. Просто там настоящая похвала мудрости, где он говорит, приобретай мудрость, главная мудрость. Приобретай ее всем имением своим, приобретай разум. Ну вот, прошло время, и уже в поздний период своей жизни Экклезиаст пишет, точнее Соломон пишет книгу Экклезиаста. И что же в этой книге мы видим? Мы видим, что в этой книге он уже иначе смотрит на мудрость. И он говорит, что он предал свое сердце для того, чтобы познать мудрость и понял, что и это томление духа, потому что во многой мудрости есть много печали. То есть драгоценное видно, что мудрость занимала особое место, до сих пор занимала особое место в его сердце, но отношение к мудрости у него стало двояким. То есть, с одной стороны, мудрость – это что-то драгоценное, это что-то важное, и одновременно это что-то печальное, это то, что приносит томление. Это такое двойное отношение. И не случайно в книге Экклезиаста он периодически, разбирая разные сферы суеты и томления духа, он периодически возвращается к мудрости. И та история, о которой я хотел бы сегодня поговорить с вами, записана в девятой главе книги Экклезиаста. И вот прочитаем с тринадцатого стиха. «Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, пишет Экклезиаст, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город». Прежде всего, хочу остановиться на этом выражении. Мудрый бедняк. Разве такое возможно? Если человек мудрый, то почему он бедный? И сегодня говорят, если ты такой умный, что ж ты не богатый? У нас есть четкая связка, что разумность, мудрость должна всегда приводить к какому-то видимому процветанию, видимому богатству. И порой, когда говоришь о том, что духовное сокровище важнее, что надо помышлять о горнем, а не о земном, то на тебя смотрят иногда с каким-то таким снисхождением, и даже некоторые как бы относятся так. Ну, понятно, ты как бы говоришь о духовном сокровище, потому что как бы у тебя кишка тонка, заработать много денег. Если бы ты был как бы успешным человеком на земле, ты бы так не думал, ты бы так не говорил. Но ты говоришь о том, что все земное, оно как-то неважно, что все это истлеет, потому что ты как бы неудачник и не сильно-то во всем этом преуспел. Вы знаете, когда вот я слышу такие мнения, такие разговоры, сразу вспоминаю, как во время своей молодости, учась в академии и изучая философию, то нам преподаватель по античной философии рассказал историю о Фалесе Милецком. Фалес Милецкий – это был мудрый человек, который помышлял о каких-то вечных вещах, рассуждал, любил поговорить. Но при этом в своей жизни он был небогатым человеком таким. И вот была в его жизни одна история. Как-то он решил вечером побежать и посмотреть на звездное небо, чтобы поразмышлять о вечности, поразмышлять о Боге. И он выбежал из своего дома и побежал, и была яма, и он не заметил и упал в эту яму. И над ним стали смеяться и говорили, слушай, Фалес, вот ты тот человек, кто думает о звездах, а яму под ногами-то не замечает. И после этого его начали высмеивать. И они говорили, ты умничаешь, потому что ты ничего толком сделать на земле не можешь. Вот ты не можешь добиться успеха, богатства. Вот ты и философствуешь. Тогда Фалес сделал такую вещь, поскольку это был действительно очень мудрый человек, то он благодаря своему образованию, благодаря своим знаниям вычислил, что в этом году будет особо большой урожай оливок. И когда он это понял, тогда он решил, взял деньги, занял деньги и приобрел все в своем городе маслодавильни. То есть там, где давили заливка масла, он все их приобрел. Занял денег, пошел в долг, но все-все-все это приобрел. В этом году в действительности был необыкновенный урожай оливок. Люди с этими оливками пошли к маслобойням, чтобы из этих оливок давить масло. А они все принадлежали Фалесу. И в итоге Фалес не только расплатился со всеми кредитами, но он стал действительно очень богатым человеком. И после этого Фалес раздал все свое богатство нищим, нуждающимся, и снова стал таким бродячим философом. Но уже с того времени никто не обвинял его, что это неудачник, который за рассуждениями просто прячет свою неуспешность. На подрагоценное очень важно понимать, что христианство – это не о том, как с помощью Бога достичь многого на земле, как некоторым кажется. Христианство – это прежде всего, когда мы поднимаем свою голову к небесам и понимаем, что есть что-то намного больше, чем все земные богатства, земные сокровища, потому что наша жизнь на этой земле не бесконечна. Она однажды закончится. Что будет дальше? И как прожить на этой земле так, чтобы твое существование дальше было бы действительно благословенным? Вот об этом вера. К сожалению, сегодня христианство превратилось в фетиш. Сегодня, и это не случайно, почему? Ну, очень часто к вере в Бога приходят люди, которые еще недавно были в канаве, в канаве алкоголизма, в канаве наркомании, в канаве бедности, в канаве нищеты. И вот они приходят в церковь, Бог восстанавливает их жизнь. И многим хочется как бы вот наверстать упущенное, добиться успеха, разбогатеть. Поэтому совершенно не случайно, что в наше время особенно какие-то проповеди о процветании, о финансовом богатстве, верующих людей, очень и очень это важная вещь. То есть вот мудрый бедняк, ну, прям скажем, непопулярно это в современном христианском обществе. Хотя, если мы с вами читаем Новый Завет, когда мы читаем наставление Иисуса Христа, когда мы с вами читаем наставление апостола Павла, мы видим, что вектор христианского развития, он совершенно не является вектором успеха на этой земле. Вот смотрите, если мы с вами откроем послание апостола Павла к Тимофею, Павел писал к своему духовному сыну, человеку, которого он любил, ценил и во многом видел продолжением своего служения. Так вот, обращаясь к нему, апостол Павел говорит о важнейших вещах в жизни, как верующего, так и служителя Церкви Божьей. И вот Павел пишет, 1 Тимофею, 6 глава, 5 стих, он пишет о пустых спорах между людьми поврежденного ума, чуждыми истиной, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, которые думают, что святая жизнь пред Богом, поклонение Господу, обязательно должны привести к материальному изобилию. Вот такие люди. Впрямую Павел о таких пишет. Почему такие популярны сегодня в христианстве? Одному Господу, как говорят, известно. Так вот, он говорит, что в отношении таких людей, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких. И дальше он говорит, великое приобретение, вот настоящий прибыток, что быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Как написано в книге Иова, да, «нак я пришел, нак уйду, у Савана карманов нет». Ничего мы не заберем с собой после смерти, да, ничего не заберем. И вот апостол Павел и говорит в 8 стихе, «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». То есть апостол учат в умеренной жизни. Давайте, да, это важно иметь необходимое. Конечно, нищета – это не благословение. Когда человеку нечего кушать, нечем детей накормить, не на что там их в школу отправить, ну какое же это благословение. С другой стороны, беготня за прибытком, беготня за успехом. А это, какое это благословение, да? Имея пропитание, имея все необходимое. То есть вот жизнь в достатке, когда у тебя есть все, что тебе нужно. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. «А желающие, потому что такие всегда есть, обогащаться впадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедство и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, подавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То есть, смотрите, сребролюбие не дружит с верой, как говорят или утверждают некоторые. Сребролюбие уводит от веры. Так пишет апостол Павел, что люди, поддавшиеся сребролюбию, уклоняются от веры. То есть это больше не столько благословение, это больше искушение в нашей жизни, в жизни верующего человека. И вот в 11 стихе Павел продолжает. «Ты же, Божий человек, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, крутости». Если мы говорим о христианском преуспевании, о христианском процветании, нам апостол показывает ту сферу, в которой мы должны процветать. Это правда в истинности. Не подтасовка, не ложь, не попытки как-то, знаешь, будешь выдать желаемое за действительное, чего так же много сегодня в христианском мире. Правда, вот в чем мы должны преуспевать. Благочестие, любовь, терпение, крутость. Вот тут процветай и преуспевай. Это учение апостола. И учение апостола Павла полностью соответствует учению нашего Господа Иисуса Христа. Некоторые пытаются вбить между ними клиньями. Ну вот давайте посмотрим, а что же Иисус говорил? Может быть, Иисус по-другому говорил, чем апостол Павел? Давайте посмотрим в Евангелии от Луки, 12 глава. Вот один рассказ, который Господь сказал своим ученикам, которые собрались. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, то есть любовь к тому, чтобы было у тебя все больше, 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 больше. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Вот это важно понимать. Ни жизнь человека, ни довольство человека не зависит от изобилия его имения. Сколько бы у тебя ни было, это не означает, что ты будешь довольным. Конечно, тут многие шутят. Ну, лучше богатому грустить, чем бедному. Ну, безусловно. Но христианство нас не ведет к богатой грусти. Христианство нас переводит к довольству. И здесь вообще другие принципы работают. Какие же? Иисус поясняет. И вот он им говорит притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой. Что мне делать? Некуда собрать плодов моих. И сказал, а вот что сделаю. Сломай житницы мои, построй большее. Соберу туда весь хлеб мой. И все добро мое. И скажу душе моей. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Как сегодня многие думают, что материальная база, это является твердым фундаментом для довольства, для счастья, для мира и для покоя. И мы видим сегодня, как из-за пандемии происходит финансовый кризис. У нас только во нашем городе один из богатых людей потерял более миллиарда во время этого кризиса. Многие сегодня теряют целые состояния. То есть ни амбары, ни хранилища, ни счета в банке не являются твердым основанием для мира, покоя, радости и довольства. И когда мы думаем, вот как-то жизнь состоялась. Будет кому подать стакан воды перед смертью, переживания огромного количества людей. Все хорошо, амбары полные, новые амбары тоже полные. Душа, можешь наслаждаться. Много добра у тебя лежит. Но добро души нашей это далеко ни житницы, ни нищета в банке, ни имущества. Но Бог сказал ему, безумный. Это безумная позиция. Хотя вот это пример, это цель для многих людей. И, к сожалению, для многих верующих людей. Для Бога же это безумство. Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Я вам хочу сказать, если бы душу этого богача не в эту ночь забрали, а позже, это не была бы меньшая глупость. Это также была глупость, потому что неправильные ценности и цели в жизни. И вот Иисус говорит, так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Если апостол Павел учит нас преуспевать в правде, благочестии, вере и любви, терпению, то Иисус учит нас в Бога богатеть. Да, мы говорим о процветании, мы говорим о богатстве каком? В Боге богатеть. Что же это за богатство в Боге? И как в Боге богатеть? Иисус дальше поясняет. 22 стих. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. И опять, когда мы читали слова апостола Павла, он там говорил, что имея одежду и пропитание, будем довольны. Точно так же Иисус говорит, не заботься там, как там в будущем, что там это. Имеешь необходимое, радуйся и благодари Бога. В этом и есть вера. Вера – это не стать круче всех. Вера – это уповать на Бога в любой ситуации. И вот не заботьтесь для души вашей, что есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи. Она не нуждается в амбарах, с зерном, в этих хранилищах. И тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их, сколько же вы лучше птиц. Здесь хочу вам отметить, Иисус учит не безделие, Иисус учит упованию. Часто мы можем много чего суетиться, но, как сказано в Ветхом Завете, для дырявого кошелька это все происходит. Да и кто из вас, заботясь, продолжает наш Господь, может прибавить себе роста хоть на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в огонь, Бог так одевает, кольми пачи вас, а маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. На и паче подводит итог Христос, такой вывод делает, ищите Царство Божие, и это все приложится вам. То есть драгоценное. Христианин, это или служитель Божий, это не тот человек, который там неудачник какой-то там, это человек, который просто посвятил свою жизнь иным целям, иным ценностям. Я помню, спустя годы, после моего уже пастырского служения, я встретился с некоторыми своими знакомыми, из детства еще знакомыми, из института с некоторыми знакомыми, которые говорили, говорят, Виктор, а вот как там ты живешь? Ну, вот я показал, как живу. Вот, а они все за 90-е годы успели очень сильно там разбогатеть, очень сильно как-то состоялись там они очень сильно. Вот, и они говорили, Виктор, ну, слушай, если бы ты не посвятил свою жизнь вот этой религии, если бы ты, как мы там в 90-е, столько возможностей было, ты же был один из лучших среди нас, так говорили, ты бы столько мог заработать всего, зачем ты свою жизнь? У тебя бы и машина была лучше, и жилище было бы другое. Зачем тебе все это? Зачем? Миру это непонятно, потому что мир мерит все материальными сокровищами. Печально, что и церкви часто это непонятно, и верующие мерят богопознание человека размером его имущества, размером его успеха. Является ли это библейской позицией? Нет, это не является библейской позицией. Это чисто мирская позиция, одетая, прикрытая такими библейскими одеждами, некоторыми библейскими стихами, выдернутыми из контекста. Но мы видим, что и направление учения Христа, и направление учения апостолов, прежде всего, конечно, апостола Павла. Это было богатеть в Боге, преуспевать в вере, в любви, в терпении. Вот к чему мы должны стремиться. А в своей личной жизни мы видим и Христос, говорил, и апостолы. В умеренности, да. Не нужно обожествлять или идеализировать нищету. Среди бедных людей немало так же. Зависти, обмана, лжи, всевозможного проклятия. Нет, нет, это не благословение, да. Но в мире богатых, а что там все? Чистота, святость. Да часто эти люди настолько издерганные, настолько вымотанные, никому не доверяют, даже своим ближним не доверяют. Поэтому у нас Писание говорит, имеешь пропитание, имеешь одежду, ну будь доволен, благодари Господа. Да не переживай ты там, не заботься. А как, а как? А в этом-то и есть вера. На кого ты уповаешь? На земные какие-то твои заготовки там, амбары? Или ты уповаешь? На Бога. В этом-то и правляется вера. Не в размерах твоих амбарах, а в том, на кого ты уповаешь. Поэтому мудрый бедняк, да, это может быть, не богатый человек, не царь, не вельможа, не олигарх, но при этом мудрый человек. Возможно. Библия говорит, да, и все равно, что говорит современный век. Итак, мы возвращаемся в девятую главу книги Экклезиаста. И вот я продолжу читать эту историю, которую сегодня я хотел бы делиться с вами. Вот мы видим город небольшой, людей немного, подступает великий царь, производит осадные работы, но в этом городе, 15 стих, нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке. В современном переводе так сказано. Позже люди забыли об этом бедном человеке. Есть такая поговорка, встречают по одежке, а провожают, знаете, вот в жизни провожают очень часто тоже по одежке. И вот эта притча, она доказывает, что не всегда, не всегда провожают по уму да по мудрости. Есть то, что ценно на небе, но при этом пренебрегается на земле. И наоборот, есть вещи, которыми очень дорожат на земле, но они не имеют никакой ценности на небе. Почему? Да потому что человек часто смотрит лишь на лицо, а Бог дальше, глубже. Бог смотрит на сердце. Мы порой упускаем суть, когда гоняемся за внешними вещами. И поэтому мы порой упускаем важное, ради каких-то внешнего блеска, внешнего сияния. У французского писателя 17 века Франсуа до Ларош-Фуко есть очень интересное высказывание, хочу вам прочитать. «Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей и прощать обидчиков. Необходимость отблагодарить за добро и отомстить за зло кажется им рабством, которому они не желают покоряться». То есть часто очень люди забывают благодеяния, не помнят об этих всех вещах, и наоборот, они склонны очень благосклонно относиться к тем, кто их обижает, но при этом он может быть богатый. Это привилегия быть обиженным таким великим человеком. Какие тут, может быть, обиды? Тут только радость. И вот мы видим, что в Священном Писании нам даны немало примеров, как люди не получали никакой благодарности за свое добро, за свою помощь, за те хорошие вещи, которые они приносили кому-то. И, наверное, один из ярких примеров это Иосиф, который, оказавшись незаслуженно, причем, в темнице. Я понимаю, конечно, что в тюрьме все незаслуженно, но он действительно был незаслуженно, когда мы читаем его историю. Вот, оказавшись незаслуженно в темнице, Иосиф там столкнулся с виночерпием фараона, и в виночерпием был сон. Иосиф истолковал сон виночерпием. Он сказал, что через три дня тебя освободят. И он попросил, когда тебя освободят, не забудь обо мне. Виночерпием сказал, ну как можно? А тебе? Да ты что? Не забуду. Спасибо. Если сон исполнится, можешь на меня рассчитывать. И забыл. Забыл. Это очень распространенное явление. В виночерпием о фараонах, которые их бросают в темнице. Их они легко прощают. Никакой злости. А этот, какой-то там заключенный Иосиф, да пускай сидит. Что о нем помнить? Что вспоминать? И только спустя время, когда фараону приснился странный сон, вот тогда виночерпием вспомнил про Иосифа. И сказал фараону, а вот там есть Иосиф. И таким образом Иосиф оказался у фараона. Но даже здесь, скорее всего, виночерпием это сделал не из-за любви к Иосифу, а потому что он хотел выслужиться перед фараоном. А вот я знаю человека, вот он мне все время помог, тебе царь поможет. То есть, опять-таки, выгодно иметь такого виночерпия у фараона. То есть, это частое явление. В книге Судей есть такие печальные слова о народе Божьем. Судей, 8 глава, 34 стих. «И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому, и Яроваалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю». Видите, Гедеон в свое время вытащил Израиль из кризиса. Благодаря вере Гедеона Израиль держал удивительную победу над врагами. И что? Да забыли они. Дом Гедеонов написано, и все благодеяния, которые Гедеон сделал Израилю, и Бога забыли. Ну, просто все хорошо, так и хорошо. Что тут помнить-то, что такого, да? И примеры вот такой странной забывчивости мы видим не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Помните знаменитый рассказ, когда десять прокаженных подошли к нашему Господу Иисусу Христу, и Он их исцелил. Они отчистились от проказа, да? То есть они отошли, и когда уходили от Иисуса, они вдруг стали смотреть, да, они же исцеляются. И только один вернулся из десяти к Христу, чтобы поблагодарить Его. На что он говорит, послушай, а другие-то где? Разве вы не все десять исцелились? А зачем? Ну, я же исцелился, все, что надо, получил. Пошел, пошел дальше, да, что тут, что тут переживать-то, что тут мучиться? Недаром есть такая, порой говорят, что вот если ты сделаешь в первый раз добро человеку, то он будет благодарен. если ты сделаешь второй раз этому же человеку добро, то он уже это воспринимает как норма. А если в третий раз ты ему это не сделаешь, то он уже будет очень недоволен и, возможно, на тебя обидится. Мы почему-то часто склонны забывать хорошие вещи, мы неблагодарны, да, и ведь это же и произошло в жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда он был прибит к древу Голгофского Креста, там ведь кто собрался? А ведь те люди, которым он ничего, кроме добра, не приносил. Он их спасал, исцелял, воскрешал мертвых, кормил удивительным образом. Эти люди, кроме благословения, ничего не переживали. И вот благодетель их висит, да, как злодей, как вот этот нищеброд тут среди разбойников сидит, да, все над ним насмехаются. И что толпа встала за своего целителя, да, заступилась за своего спасителя, сказали, как можно, да вы посмотрите, сколько добра он совершил в Галилее, да, сколько добра он совершил в Самаре, в Иудее, что вот вы творите-то такое? Нет, они смотрели, говорили, о, других спасал, да, вот, себя теперь можешь спасти. Удивительно, вот это, насколько люди забывают добро, не помнят добра, да, не склонны, да. И с другой стороны, сколько тиранов, которые пролили немало крови и совершили немало зла, но, поскольку они были известными людьми, влиятельными людьми, знаменитыми людьми, людьми с позиции, то спустя время их вспоминают как каких-то героев. Вы знаете, когда я учился, помню, в школе, да, мы изучали на уроках истории о таких людях, как там Александр Жневский, Иван Грозный, Кутузов, то говорили об этих людях, как вот о таких героях, и потом, когда начинаешь читать какие-то факты, документы, так или иначе, связанные с их жизнями, ты удивляешься, как из этих людей могли сделать героев, как из Грозного, который столько людей пролил, там, опричину навел, как из него сделали героев, как из Александра Невского, который сегодня, о, герой, 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 да, когда начинаешь читать, не было никаких там каких-то ключевых битв в его жизни, он больше не на русский народ, он больше на татаро-монгольское игорь работал, да, но он был князем, и в итоге из него опять-таки сделали героя, или Кутузова, вы знаете, вот, конечно, вот Кутузов, отечественная война, когда начинаешь читать про жизнь этого человека, про мерзкие дела этого человека, как этот человек и спал там все время, во время войны, и окружил себя этими молоденькими девочками, история говорит, что как это не печально, у него проиграл почти все сражения, включая Бородинское сражение, хотя нам говорили, что это там великая победа, какая победа, если потом сдали Москву и сожгли потом Москву, какая победа, да, но сделали из него героя, сегодня в Казанском соборе похоронен, да, останки, останки Кутузова, я уж там про более близкие времена, там, Сталина, даже, даже не говорю, сегодня ему пытаются ставить памятники, там, славить его имя, хотя ведь почти что у каждой семьи куча людей, да, погибли, сколько крови пролили эти люди и спустя время о них вспоминают, как о каких-то героях, да, может быть, там у них были какие-то ошибки, да, какие ошибки, тираны, которые принесли зло, пролили, пролили много крови, вспоминаются сегодня, да, им ставят памятники на улицах и площадях наших городов. Скажешь, пастор, а приведи пример, а вот таких добрых людей, которых забыли, да, как эти примеры привести, их же забыли, они канули там где-то в историю, но я абсолютно убежден, что в истории нашей страны было немало людей честных, чистых, благородных, но о которых забыли и не вспомнили. Именно, возможно, благодаря таким людям и выжила наша страна, но именно их растворились. Почему растворились? А кому нужны эти мудрые бедняки, да, кому нужны? Если они такие мудрые, что же они такие бедные, говорят? Современники с усмешкой, да? Поэтому вот вопрос, который задает здесь через эту историю каждому из нас Соломон, готов ли ты делать добро? даже если никто это не оценит. И в конце концов все твое добро забудется. Готов ли ты нести благословение другим, если не получишь в ответ никакой благодарности, а может быть, даже еще обвинение в свой адрес? Готов ли ты это делать? Вот вопрос какой. Что для нас более важно? Как мы выглядим перед окружающими людьми, как они там нас помнят или забывают, или как к нам относится наш Небесный Отец? И вот продолжаем читать 9 главу Экклезиаста, 16 стих. И сказал я, мудрость лучше силы. И однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Я прочитаю этот стих по современному переводу. Но все же я говорю, что мудрость лучше, чем сила. Люди забыли о мудрости того бедняка и перестали слушать его. Но я до сих пор верю, что мудрость лучше. Вот то, о чем здесь пишет Экклезиаст противоречит утверждению сила есть, ума не надо. Ну, Экклезиаст говорит по-другому. Мудрость есть, силы не надо. Хотя к мудрости часто люди пренебрегают, а силу возвеличивает, но все же в современном переводе мне нравится. Но я до сих пор верю, что мудрость лучше. То есть, посмотрите, вот эта мудрость, которая в жизни этого бедняка проявилась в заботе о других, в заботе о своем городе, в спасении своего города. Это мудрость, которая так много приносит благословений, так много благословений, несмотря на то, что забывается. и забота о ближнем, более выгодное поведение в конечном итоге оказывается, чем принцип выживает сильнейший. Вот забота о ближнем. Вот часто кто заботится, вот те сообщества выживают, где есть достаточная забота друг о друге. А там, где каждый за себя выживает сильнейший, там рано или поздно придет гибель. Интересно, что даже вот я когда читал, помню, некоторые книги по биологии, я удивился, что в биологии те сообщества, где члены переживают друг от друга, готовы жертвовать собой ради выживания, там, своего вида, своей популяции. Так вот, эти сообщества намного сильнее, чем те, где каждый за себя. Популяции, где слишком много эгоизма вымирают. То есть, в итоге, альтруизм более выгоден, чем даже эгоизм. Например, когда кролик видит хищника, то он начинает быстро-быстро бить лапками, предупреждая всех своих сородичей, что хищник. Что интересно, ведь когда он начинает громко бить лапками, он не только сородичей предупреждает, он и внимание хищника к себе привлекает. И чаще всего именно таких и съедают первыми хищниками. Но он это делает ради кого? Ради спасения. А иначе бы, если бы все были эгоисты, то хищник бы по отдельности всех стажирал. Или пчелы, когда кто-то атакует улей, рабочие пчелы не вылетают, и они начинают защищать. Как? Ценой своей жизни. Они вступают в схватку с более сильным врагом, понимая, что они погибнут. Но они это делают. Ради кого? Ради своих сородичей, чтобы выжили. А если бы каждая пчела была за себя, то у них бы не было никакого меда, их бы обворовали, и в итоге все, весь бы улей вымер. Им бы нечем было питаться в конце концов. Есть очень интересный пример, называется слезевики. Это такие одноклеточные грибы, такие грибообразные организмы, слезевики. И питаются они бактериями. И когда условие благоприятны, слезевики живут по отдельности. Но когда ситуация становится плохой, то слезевики все собираются вместе и образуют такое, они как будто все вместе, эти маленькие слезевики, они словно из себя образуют большой псевдоорганизм. То есть это вроде бы организм, но он состоит из слезевиков, которые в принципе могут разойтись, если захотят. Но им трудно. И они должны находиться вместе, чтобы выжить. И все вместе они составляют такой организм. И что интересно, в этом организме есть разные части. Есть часть, которая называется спорофор. спорофор это та часть, где происходит размножение. А есть часть у этого организма, которая называется ножка. Спорофор и ножка. И те слезевики, которые образуют ножку, они погибнут. А те, кто в спорофоре, будут размножаться и продолжат свою жизнедеятельность. И поэтому, знаете, часть вот этих слезевиков идет на то, чтобы быть ножкой, понимая, что они приносят себя в жертву для того, чтобы их популяция выжила в этот трудный период. И интересно, что когда биологи наблюдали за этими слезевиками, в этом сообществе есть такие слезевики, которые никогда не становятся частью ножки. Они всегда хотят занять лучшее положение. Лучшее положение называют слезевики эгоисты. у них нет никакого благородства. И интересно, если таких слезевиков эгоистов в популяции много, то вся популяция гибнет. Вся популяция гибнет. То есть драгоценные в конечном итоге альтруистическое поведение, забота от других оказывается выгодной. Выгодной. И если мы сегодня посмотрим на церковь, чем-то мы похожи на этот большой организм, тело Христа, который состоит из каждого из нас. И Евангелие призывает нас заботиться друг о друге, носить бремена друг друга, любить друг друга, служить друг друга. Нет больше любви, если кто положит жизнь свою ради друзей своих. Вот что такое настоящая высота в христианстве. Высота, на которую порой люди не обращают внимания. Даже церкви могут на это не обращать внимания, но на это обращает внимание Господь. И когда ты переживаешь близость с Богом, когда ты переживаешь наполнение Богом, ты также начинаешь обращать на это внимание. Ты начинаешь обращать внимание, что есть часто то, что незаметно, то, что подвержено потом, может быть, гибели, но в итоге это незаметно служит для того, чтобы церковь проходила через трудные времена, чтобы церковь была благословенной. Вот в каждое тяжелое время проявляется, кто готов жить для других, а в ком лишь эгоизм, кто живет только ради себя. Поэтому так странно, как сегодня порой в христианском мире популярны такие селебрити, какие-то знаменитые звезды, которые приходят в церковь и осчастливливают нас своим присутствием здесь. Ой, какой великий человек, какой успешный человек, какой богатый человек среди нас находится. И мы тут все вокруг таких людей бегаем на задних лапках, не понимая, что мы продолжаем прославлять этих людей, которых Библия показывает в этой притче как царей, которые живут ради себя. Но мы порой возвеличиваем этих знаменитых царей, этих известных политиков, этих звезд, эстрады. А люди, которые здесь среди нас незаметны, возможно, они не выделяются своим богатством, не выделяются славой, успехом, великими достижениями, но они полагают жизнь свою, чтобы в церкви было больше любви, чтобы как можно больше света распространялось от них. Незаметные люди, о которых мы часто забываем, порой не обращаем внимания, но в этом есть настоящее величие. Вот о чем говорит нам эта притча. И последние слова в этой главе, 9 главе книги Экклезиаста, 17 стих. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Я прочитаю вот эти два последних стиха по современному переводу. Тихая речь мудреца слышнее, чем крики начальника над глупцами. Мудрость лучше, чем оружие, но один глупец может многое погубить. Один глупец может многое погубить. Это соответствует нашей поговорке, что один дурак столько может натворить, что потом сотни умных не исправят. Но я хочу обратить внимание на эти слова. Тихая речь мудреца слышнее, чем крики начальника над глупцами. Самые важные вещи о себе не кричат. Самые важные вещи они порой тихи. Часто даже может быть незаметны, а шумные наоборот. Очень часто это что-то неважное. Кричат часто, чтобы просто привлечь к себе внимание. И вот когда я смотрю на современную ситуацию в этом мире, то я вижу, что одни сегодня начальники над глупцами кричат заговоры, там вышки 5G, пришельцы наступают, тут апокалипсис, конец света, пытаются вот эти конспирологические теории про вышки, про рептилоидов как-то соединить с образами апокалипсиса, пытаются там в вакцине разглядеть число 666, вы знаете, к сожалению, это очень сильно привлекает внимание людей. Шумят, кричат, вот тут напоминает мне бестолковые шумы и крики начальника над глупцами. А есть те, как здесь написано, тихая речь мудреца, есть те, которые просто тихо делают добрые дела, потому что в это время немалое количество людей обеднели, у многих проблемы с работой, с одеждой, с питанием, с содержанием своей семьи. Я вот замечаю, что вот есть люди, которые не кричат, не шумят, не собирают там хайп в социальных сетях, а просто тихо делают добрые дела. И на основании этого местописания я хочу сказать, что вот эти тихие добрые дела, в них гораздо слышнее голос Евангелия, чем во всяких псевдопророческих, псевдоапокалиптическо-конспирологических криках, которые сегодня звучат. Вы знаете, в конце я хочу заметить, в своей жизни я немало наблюдал того, что часто по-настоящему мудрые люди, они незаметные, их еще надо найти, и их еще надо убедить поговорить с тобой. В то время, как те, кто навязывает свои там суперуспешные тренинги, семинары, кричат о своих мегакоучингах и уникальных методиках, на самом деле представляют из себя не более, чем шум начальников над глупцами. И вот хочу еще раз в конце вместе с вами прочитать эту историю, эту притчу, которой с нами поделился экклезиаст. Я очень надеюсь, что сегодня эти слова для вас стали несколько ближе, чем до начала этого собрания. «Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь, и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я, мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Давайте закроем глаза, склоним головы и помолимся. Всемогущий Бог, я благодарю Тебя за то, что две тысячи лет назад на Голговском кресте Ты оставленный, оставленный всеми, Ты, подвергаясь унижениям и насмешкам, тем не менее, продолжал любить, потому что в Тебе была мудрость, мудрость неземная, а мудрость небесная, мудрость, нисходящая свыше, мудрость, наполненная любовью, и благодаря Твоей любви, Господь, Ты пошел до конца через смерть и воскресение, потому что Ты так любил каждого из нас, Ты так желал, чтобы Твоя любовь исцелила, искупила и освободила нас, наполнила нас радостью, благодатью и счастьем. Во имя Твое Святое. Аминь. Слава Господу! Дорогие друзья, я верю, что эта история, эта притча коснется вас не меньше, чем она в свое время коснулась меня, когда я читал и перечитывал ее не так давно и чувствовал, что в этом есть просто что-то особенное для каждого из нас именно в это время. А теперь я призываю вас жертвовать, поддерживать служение наше, церковь нашу. При этом не забывайте, что возможно рядом с вами есть кто-то в глубокой нужде. Вот тогда не в церковь, тогда этому человеку помогите. Если вы видите, что кто-то на грани сегодня в трудной ситуации, помогите. Также я благодарю каждого из вас, кто не просто жертвует церкви, а вот просит пастору такую сумму, хочу, чтобы на эту сумму как-то помогли нуждающимся. И мы помогаем нуждающимся. Вот у нас даже ролик был, и мы показывали, как мы развозим еду, потому что те пожертвования, которые вы присылаете, они нужны сегодня не только для церкви, не только для содержания того места, где мы собираемся, они также нужны для многих и многих прихожан. Поэтому вы можете как передавать деньги, чтобы мы, зная, те, кто нуждаются, из наших прихожан помогли, так и лично помогайте. И помните, что доброохотно дающего любит Бог. Сейчас посмотрите ролик, где показаны, как вы можете поддержать финансово наше служение и церковь. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви NewLife.ru в разделе «Поддержать нас» с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн в разделе «Оплата услуг» набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности. Большая просьба. Точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у вас возникают вопросы о способах пожертвования, вы можете задать их по телефону 8-912-22-333-02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. Девушки отдыхают, демократные по телефону и демократные фотор Субтитры создавал DimaTorzok